Почетный караул из казаков Терского казачьего войска, священники в торжественном облачении, колокольный перезвон. Многие православные верующие пришли поклониться мощам одними из первых. Таисия уверена, благодаря святыням она очистится от грехов и станет здоровее. Я болею, я просила о здравии, о своем, но я надеюсь, что мне помогает. Пантелеймон-исселитель помогает мне, мать Московская Матрена помогает мне. Я чувствую, я как побываю в церкви, я себя хорошо чувствую и здесь также. После того, как святыни внесли в храм, началась праздничная служба. В Ставрополе с Данилово монастыря привезли частички мощей облачения преподобных Серафима Саровского и святого Спиридона Тремифунского. Насколько это значимое событие? Судить сердце у каждого верующего человека. Потому что это те святые, которым мы постоянно обращаемся в своих молитвах. Практически на каждом молебне в храме можно услышать слова преподобного Серафима «Моли Бога о нас». Это один из самых почитаемых святых у нас на Руси сейчас. Святителю Спиридону Тремифунскому люди молятся, как великому чудотворцу. Православные уверены, если мощам поклонится истинно верующий человек, они обязательно ему помогут. Паломничество к монастырю могут совершить далеко не все, из-за финансового положения или по состоянию здоровья. Поэтому святыни и решили провести по храмам крупных городов Ставропольской и Невиномысской епархии. Вместе с частицей мощей преподобного Серафима к нам прибыл его прижизненный портрет, единственный, уникальный в своем роде, который также сейчас помещен в храме, в кафедральном Свято-Андреевском соборе. И тоже к нему могут подойти, приложиться все прихожане, все верующие нашего города и, может, даже окрестности. Поклониться святым мощам в Андреевском кафедральном соборе Ставрополя верующие смогут в течение 10 дней, до 16 сентября. Затем святыни перевезут в главный храм Невиномыска. Павел Гендавицкий, Николай Попов, Информбюро.